всем здравствуйте добрый вечер вечер добрый добрый вечер здравствуйте карина привет карина завтра мы с тобой куда поедем добрый вечер опять и вы нет давайте я вам скажу опять и вы мне не можете сказать на моей странице 5 на моей странице кто еще должен быть кроме меня а я могу добрый вечер варечка дорогая моя добрый вечер хотелось бы сказать варюшечка себе чтобы не боялась завтра все пройдет хорошо ты понимаешь о чем я я уверен на сто процентов в этом докторе завтра все будет хорошо еще потом благодарить будете меня что с вами а что со мной не так рада вас видеть спасибо здравствуйте всем всем привет смотрите какие мы тут беленькие хорошенькие здравствуйте здравствуйте звук есть отлично провоцируют да такие провокаторши ларочка добрый вечер здравствуйте девочки завтра у нас начинаются эфиры уже на марафоне так что девчата завтра всех жду утречка а потом вечером и так каждый день 20 дней утро вечер я с вами всегда красивый загар спасибо большое вам так идет этот цвет мне кстати очень многие написали сегодня что мне этот цвет идет спасибо огромное я не хотела еще этот цвет костюм выбирать выбрала такой коралловый а потом не все написали что надо было тиффани проделать взяла потом еще тиффани то что костюм удобный похорошили как ваш садик садик хорошо я показывала в сторис что я купила дерево апельсиновое ну не дерево конечно саженица но купила и в ближайшее время мы посадим его буквально на выходе из кухни очень хочу чтобы это апельсиновое дерево выросло давала плоды чтобы можно было выйти из кухни нарвать и выжать сразу апельсиновый сок так я пока видите вот покупаю в магазине здесь апельсины недорогие и практически каждый день делаю себе свежевыжатый фреш который сейчас час 22 15 сейчас самочувствие нормальное сегодня голова болела если честно я почему-то сегодня очень плохо спала я не знаю почему но к сожалению очень плохо спала и поэтому целый день была тяжелая голова то слева то справа то сверху то снизу болит а в итоге все переросло в мигрень пришлось пиццу матриптан и только тогда все прошло марина привет марафон это чудо спасибо ларочка нет я сейчас не в москве мы с мужем сейчас на кипре даже или скажем мы улетели 15 апреля 15 или 16 апреля мы улетели точно не помню дату короче в середине апреля ракурс поменять нужно девчат давайте не будем придираться к ракурсом си курсом и так далее я выхожу сюда не для того чтобы по подиуму ходить а пообщаться а ракурсы менять я не собираюсь если вам что-то не нравится просто возьмите закройте страничку все как вы красивая вам красивый макияж спасибо коралловый тоже очень идет здорово варечка очень рада вас видеть отлично выглядите спасибо отписалась сегодня от вашей родственницы элины после ее прямого эфира а вас очень уважаем что случилось татьяна почему отписались что произошло видела вас вживую со стороны пишет мария очень красиво ой спасибо большое то знаете некоторые хитры считают что я здесь только красивая потому что фотошоп видеошоп а в живую я страшная ну не хочу их разочаровывать но мне приятно то что вы мне пишите поделитесь секретом ухода за лицом овал обалденный слушайте вы сейчас же на марафон я вас приняла я живет я же помню сегодня я вас приняла на марафон а на марафоне мы будем делать уходы я все покажу расскажу обязательно и косметолог у нас эфир будет вести я сама делаю макияж очень давно кстати какое-то время я помню постоянно прибегала к услугам визажистов и честно говоря со временем я стала понимать что тот мейк который мне делают он вроде красивый но я не могу с ним ходить очень много тона накладывается я тон не очень люблю когда его много потому что сразу морщин почему-то больше кажется и вообще все как-то такое лицо неестественное какое-то какой-то вообще не живое поэтому мне гораздо больше нравится тот мэйк который я делаю себе сама может быть он конечно не такой профессиональный но мне больше нравится какой-то он более естественно что здравствуйте дорогая александр у меня дома растут канны смотрю на них и сразу вас вспоминаю да задал мне кстати в пятницу предстоит пересаживать канны вот здесь которые напротив кухонного окна я хочу их посадить в горшки три больших горшка а гибискусы которые в этих горшках пересадить в землю для того чтобы им было хорошо корневой системе люблю вас очень спасибо поражаясь вашим трудолюбием какая вы умничка спасибо огромное так вы же продаете этот дом так тоже вам так сказал что я продаю я просто сказал один какой-то вечер имела неосторожность сказать что подумываю над тем чтобы продать дом и все и меня просто вот так вы же продаете дом вы же дом продаете с чего вы взяли у меня настроение могло в этот момент быть такое что я подумала об этом поделилась этим вчера подумала сегодня передумала такое дело вы же понимаете женщинам и такие сегодня так гормональный фон завтра по-другому и все и все иначе об этом я подумаю завтра как попасть на марафон и впервые очень хочу к вам анжелика очень просто напишите мне в директ и я вам пришлю все что нужно для этого здравствуйте завтра лечу на кипр какая погода погода здесь прекрасная сейчас погода сейчас днем где-то 28 градусов ночью 23-24 градуса море теплое бассейн прохладный на марафоне самое недорогое меню который может быть более того скажу вы сэкономить очень здорово на еде потому что продукты не дорогие простые вот прям простые добрый вечер можно ли сегодня еще оплатить марафон то сегодня еще можно начало же завтра когда вернетесь обратно пока не могу сказать мы ждем документ на дом а мы подали документ на дом на свидетельство собственности когда он будет готов я не знаю после этого будем думать когда полететь уже в россию поэтому сейчас пока мы ждем вы замечательный добрый человек рада была познакомиться наргиза дорогая моя спасибо тебе огромное еще раз за помощь замечательная девочка просто так приятно было и познакомиться с такой прекрасной девочкой спасибо тебе не нужно ничего менять все прекрасно это про что мы говорим сейчас расскажите пожалуйста про ваши любимые книги что посоветовали прочесть для отдыха я сейчас буду читать книгу про сон как как сделать так чтобы хорошо спать до этого мне очень нравится книга но к сожалению я ее сейчас не могу найти бумажном варианте она у меня была я дала почитать и с концами вот мужчина и женщина почему мы такие разные хочу ее перечитать еще мне нравится одна книга которую я взяла с собой из россии тоже буду ее читать называется она интуитивное питание и я в принципе уже начала ее читать мне очень нравится потому что откликается потому что мне откликается то что там написано спасаясь мелоксеном от бессонницы очень хорошо помогает я вообще начала сейчас принимать препарат как он называется то вы представляете это сих пор после ковида не могу память восстановить как называется то что я пью скажите мне для того чтобы спать бархатный сезон макияж клатный спасибо анечка спасибо вы сегодня без настроения до вы что тамарочка нет моя хорошая конечно у меня все хорошо в настроении почему она должна быть плохим может просто я чуть-чуть подустала такое может быть такое может быть с женщиной которой пятьдесят восемь лет и которая с утра пораньше проснулась переделала кучу дел только что ушли дети и внуки я их накормила вкусненько испекла вафли приготовила сливочный суп с морепродуктами приготовила шашлыки приготовила картофельное пюре крабовый салат в общем компот сварила яблочно сливовый так на секундочку просто закройте глаза и представьте что я это все сделала за два с половиной часа и подумайте может устать женщина в возрасте пятьдесят восемь лет в двадцать два-тридцать вечера или я должна прыгать с зайкой как никаких ракурсов в любом ракурсе прекрасно спасибо здравствуйте здравствуйте я тоже отписалась от илины а что случилось то почему девчонки ну скажите хоть или ножка вы отлично выглядите спасибо а что случилось жене кузиным почему он стал такой злой агрессивный настенька дорогая моя вы понимаете мы же не не общаемся поэтому я даже не могу вам сказать злую он или не злой я просто даже не знаю вот к сожалению я считаю что это к сожалению потому что по мне так нас связывает один замечательный малыш и поэтому общаться взрослые должны уметь общаться сто процентов должны но к сожалению уже не хочет общаться ни с кем из нас а очень зря поэтому как-то так не знаю злой он или добрый давно не видела я уж не помню сколько лет я не видела же я я тоже отписалась я тоже отписалась то что 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 произошло но вы можете мне рассказать что произошло можно еще платить марафон конечно в живую красивая энергичная осень спасибо наташа большое вы не только красивая но еще умная я тоже отписалась почему нет марафонов как поправиться ой по моему есть по моему есть такие тоже марафоны но вот почему-то к сожалению таких людей очень мало в основном люди с лишним весом а с недостатком дефицитом массы тела гораздо меньше но почему вот мы всегда считаем что это женщины ведьмы ну как такое возможно сидит ест все и не поправляется ведьма вот точно вы и ежа прекрасно это не ежа ежа у нас знаете такая беленькая с черными пятнышками красотка такая нереально а это ванесса белоснежка ирина александрова храни вас господь вы чудо спасибо и ручка все худеют а как поправиться это сейчас самая важная нужная тема стильно элегантно вы на пенсии ирина гибалова так официально я то на пенсии уже уже три года до три года нет два с половиной а я тоже видела вас в живую в салоне на проспекте жукова подтверждаю выглядите потрясающе и такой же позитив и тепло от вас исходит ой как приятно спасибо огромное так приятно ириночка здравствуйте подскажите пожалуйста у кого вы делаете блефаропластику я ее просто не делаю потом не могу вам сказать блефаропластику я не делала в марафоне будет необходимо определенное время выходить на видео хочу к вам на марафон и боюсь что это будет неудобно во временных рамках ну и зря боитесь потому что у нас мне кажется с разных стран мира до с разных стран мира и часовых поясов девочки на кто-то на дальнем востоке есть из америки есть из италии из германии девочки есть поэтому зря вы боитесь дело в том что все эфиры сохраняются в записи и вы можете всегда в любое удобное время ставить наушничек мойте посуду гуляете что-то делаете у вас наушничек и вы слушаете эфир это очень удобно и полезно главное главное что очень полезно квартиру продали на кипру да да люблю вас очень спасибо уже нужно готовиться к основному не могу пропустить вас всегда рада слушать видеть вас очень интересно позитивно всех благ все так жизненно спасибо яночка пишет красивая трудолюбивая умная счастливая женщина самую самую спасибо большое так удалось ли победить саранчу девчонки вы не поверите реально удалось ведь я не знаю что помогло конкретно может быть просто сразу все но удалось во первых потому что я очень хорошо проредила канну вот прям очень хорошо то есть получилось что доступ солнечного света ветер саранча любит прятаться а тут есть прятаться негде потом садовники принесли какую-то отраву ей тоже потравили но и помимо всего этого я прочитала очень много информации про то что делать чтобы бороться с саранчой саранча очень не любит звуки шумные поэтому к раньше на руси когда пытались изгнать саранчу брали кастрюли поварешки и лупили вот так вот по сковородкам и по кастрюлям металлическими предметами создавая шум на полях чтобы саранчу правны я тоже этот шум создавала но не этот а то соседи бы меня выгнали просто вот я включала ультразвук специальный дальше а что еще помимо всего этого я еще посадила можжевельники между конами можжевельники пахнущие очень а саранча не любит запахи поэтому очень много всяких штук сразу одновременно делала марафон проходит на закрытой странице инстаграм и свой канал марафона в телеграм так это не страшно кто-то говорит вы в stories говорили что купили билеты в россию что они дорогие вы наверно меня очень плохо слушали я в stories говорила что я смотрела билеты смотреть и купить это две большие разницы я смотрела билеты они очень дорогие и поэтому никто не покупал я бы и не купила хоть они дешевые были бы потому что еще раз повторяю мы ждем на документ который еще неизвестно когда будет сейчас не захотите приезжать в россию почему в связи с этими новостями в казахстане подняли все цены на съемные квартиры это вообще ужасно что за люди я сама из казахстана но эти все люди кто поднял цену гнилые выселили студентов из квартиры подняли мелатонин точно точно мелатонин мелатонин да я вот думаю может быть просто нужно поднять количество принимаемых таблеток я просто одну таблетку 1 миллиграмм пью вечером на ночь может быть по 2 пить уже у меня тоже после ковида память страдает замораживаете ли вы овощи на зиму как раньше девчонки здесь просто не нужно этого дела здесь в магазине столько овощей и фруктов свежих что нет надобности замораживать поэтому нет привет из филастополя приятно вас послушать спасибо ирина александровна для строй гвардии в анимент будет дальше действовать можно продолжить леночка может быть вы мне напишите в директ я просто чё-то не поняла может вы в дирекции таки напишите в ноябре марафон будет начало 31 31 октября за вами наблюдая давно вы очень хороший добрый искренний человек спасибо как вы относитесь к новому закону что блогерам для тренингов необходимо спецобразование если вы хотите чтобы я предъявила спецобразование педагога и психолога у меня есть диплом без проблем обожаю вашу историю спроса от спасибо вас волшебные руки смотрю любуюсь красивый цвет волос название краски не знаю я спросила у девочки которые меня красят она сказала что это турецкая краска и название я скорее всего бы не запомнила рита живет вообще недалеко от меня а можно пешком дойти а можно на самокате либо на машине на машине буквально пять минут салам и солнечного терпента в алейкум ассалам чем занимается ваш муж мой муж на пенсии помогает мне во всем отдыхает он у меня дважды пенсионер поэтому имеет право отдыхать дважды заряжайте на позитив спасибо кто вы по профессии я сама казашка но все же несправедливо подняли цены именно русским ну здесь дело такое помните когда был локдаун и когда нельзя было выезжать за границу в сочи и во всех черноморских курортах подняли цены так что это был просто какой-то ужас поэтому здесь рыночная экономика вот все что могу сказать как как только чувствуется что есть спрос тут же сразу поднимают цены и всем все равно все хотят заработать в моменте вам полненько было лучше может быть мне нравится больше так что-то вы давно не выкидывали stories еды ну не знаю честно говоря вот сегодня я столько всего готовила но вообще вообще никогда было даже снимать если честно я все время либо общаюсь либо работаю в это время параллельно в интернете либо телевизор слушаю потому что сейчас такая обстановка что я не знаю как кто вот говорят что не смотрите телевизор как не смотреть но надо же быть в курсе вы как вы смотрите телевизор откуда вы узнаете новости не хотели бы вы подстричься под каре мне кажется вам бы пошло я задавала своему стилисту этот вопрос говорила что мне часто говорят что мне нужно сделать каре она сказала ни в коем случае это не ваш вариант потому что у вас вьющиеся волосы и у вас каре будет вот так то есть одна часть будет вот так лежать а другая вот так это будет просто такое мучение не надо так делать жена сейчас в эфире никогда бы не сказал что вам 58 лет какая вы хозяюшка просто обожаю здравствуйте так рассказывать и про еду аж кушать захотелось так какие еще вопросики у вас есть у нас там нет телевизора у вас есть русская тв в италии нет у нас есть и русская и азербайджан и казахстан так белорусское телевидение потом евроньюз украинское телевидение русские каналы конечно же турецкие каналы армянский канал есть в общем очень много каналов мы поставили себе спутниковую тарелку вы конечно классные почему так много запрашиваете за свою рекламу просто нереальные деньги можно как-то не миллионы просить вы сейчас сообщение не по адресу про какие миллионы вы говорите вы сейчас смеетесь что ли во первых у меня работает менеджер по рекламе и вообще ко мне не ко мне сейчас этот вопрос во вторых что-то про миллионы вы прям загнули вы точно не перепутали блог миллион стоит это по моему туда дальше выше там где 20 миллионов подписчиков 17 вы по моему точно перепутали так нет 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 телевизор не смотрю пропаганда пропаганда я смотрю все каналы для того чтобы быть в курсе и сравниваю я слушаю смотрю и сравниваю делаю выводы у вас есть ли хороший врач неров в москве девчонки у меня моя старшая сестра единственная галина александровна она врач невролог высшей категории с огромным стажем работы вот я недавно я выкладывала stories вручили медаль луки крымского до называются да за заслуги так что я думаю что мне не нужен никакой невролог она меня лечит дистанционно в марафоне участвовала пять раз похудела и больше не поправляюсь один раз похудела на 12 килограмм потом на 4 было 82 стала 61 танечка умница молодец так как с работой на кипре а если у вас есть нами нескольких языков ну хотя бы 2 до то тогда с работой вообще никаких проблем нет если вы не знаете язык то тогда нужно будет сначала выучить язык краснодар привет здравствуйте где дороже жить в россии или на кипре что-то дороже здесь что-то дороже в россии но в принципе если взять в среднем то примерно одинаково коммуналка дороже в россии чем здесь вот здесь не все комменты в русской так смотрим дальше язык легко учить что-то легко что-то не очень но вообще конечно с возрастом память уже не так и учить язык сложнее раньше конечно мне запоминалось гораздо лучше информация но уже что то что-то я уже по крайней мере когда я слышу речь я уже какие-то знакомые слова вылавливаю слышу их и примерно о чем речь уже начинаю понимать когда к вам приедет сестра в гости сейчас мне кажется вообще настолько сложно об этом говорить вы цены на билеты видели у нас на кипре у кого были билеты в россию все остались оформлять в нж следующий марафон этот марафон начинается завтра следующий начинается 31 октября грина александровна доктор от бога отличный речь спасибо если не секрет сколько вам лет и вообще из этого секрет не делаю потому что не вижу смысла скрывать возраст какой есть такой есть все годы все мои мои года мои богатства 58 подскажите пожалуйста на кипре такая же дорогая недвижимость как в москве нет здесь дешевле чем москве недвижимость я скоро три года как на марафоне и вес держится хотя я просто слушатель это уже мой образ жизни спасибо ирина александровна а вы на кипре где живете в каком районе а зачем с какой целью интересуетесь как можно обратиться к вашей сестре ирина александровна вы дом или квартиру продаете спасибо заранее квартиру мы уже продали а дом мы не продаем чудесная женщина спасибо большое ну что ж я смотрю сегодня у нас такая легкая лайт беседа особо никаких таких серьезных тем нет это радует это говорит о том что вы у меня более менее спокойны так что это хорошо меня это точно радует звуки на заднем фоне наверное кондиционер я думаю скорее всего так что я с вами хочу попрощаться пожелать вам всем хорошего настроения сил чтобы никто не впадал в депрессию чтобы все были с хорошим стержнем внутри потому что сильная женщина мы все сильные никогда не покажет свою слабость и не начнет депресс депрессовать потому что от того как себя ведет женщина так себя чувствуют и наши мужчины если женщина в полуоборочном состоянии кричит и плачет мужчине от этого только тяжелее если женщина сильна духом ее мужчине от этого легче поэтому давайте будем держаться все вместе поддерживать друг друга всем всего доброго варечка завтра чтобы все прошло хорошо вам не слышно пропал звук а всем приятных слов всем хорошего настроения всех обнимаю и всем 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 желаю чтобы все что вы хотите сбылось и все получилось все всем пока всех обнимаю